Светлана Муха Меня зовут Юлия Ланске, я дейтинг-коуч, тренер по знакомствам, поиску партнера, я работаю с СНГ. Давайте пройдемся по всей агенде. Первым спикером в первый день конференции была доктор Юлия Мизарас. Мне ее выступление запомнилось сравнительной характеристикой и статистикой по рынку Колумбии и рынку Филиппин. Конечно, было интересно узнать сравнение с украинками. Не знала я до этого, что филиппинки и колумбийки чаще выходят замуж, чем украинки за иностранных мужчин. Мне понравилось тоже очень ее выступление, потому что это был все-таки научный взгляд на ту работу, которую мы делаем. И, к сожалению, научных точек зрения редко встречаешь. Мне, наверное, я бы сказала, что больше понравилось выступление Марка. Марка Брукса дал графики развития, вообще дейтинговой индустрии, показал, какие огромные темпы развития, какие есть тенденции. То есть для меня это важно. Я также хотела отметить вот эту первую часть со старта конференции. Она прошла по аналитическим данным и по исследованиям. И я согласна с коллегами, то, что цифры, которые показала Юля, мисс Царос, они потрясли тем, что вьетнамки 70%, 80%, филипинки, прошу прощения, филипинки, 70-80% выходят замуж и встречают себе мужчину во время туров и вообще общения с иностранцами. И вообще, что они самые популярные невесты, колумбийки где-то там тоже, ну, отстают от филиппинок, но рядышком. И наши девочки самые, получается, такие избирательные, самые капризные. И как, ну, то, что показывают цифры, я сейчас как тренер, да, как в большей степени, да, говорю, что нам есть, где девушкам поработать. Потому что для меня это немножко звучало так, что мы ожидаем много, возможно, не знаем, как это коммуницировать с мужчиной. И, в общем-то, получается так, что мы, ну, девчонки, как бы вас за нос, перед вашим носом уплывают мужчины филипинкам и колумбийкам. Вот говоря прямым текстом, да, нашим девочкам, как если бы мы даже сидели на кухне. То есть надо мотать на ус, надо менять немножко себя, нужно менять свое поведение для того, чтобы, ну, не упускать шанс. Потому что, когда филипинка выходит 80 или 70 процентов, наши выходят там в двух или в трех случаях, да? Давайте от филипинка к белорусскам. У нас, давайте, на русском. Да, Ля Тельчук, и она дала очень интересную статистику по Белоруссии. Белорусский рынок лейсинга, он вообще довольно закрыт. Было очень интересно узнать, что же здесь происходит. Сравним с тем, что происходит в Украине, в России. Для меня эта информация была новой и полезной. Также был интересен доклад Светланы Милухи по поводу взаимной кооперации, сотрудничества в брачной сфере, в матчмейкинге. Это тоже очень полезно, это нужно подчеркивать. Мне этот доклад понравился тем, что все было разложено по полкам. То есть многие вещи, которые я услышала, я могла бы забыть. Ну вот картинки, в которых сравнивалась свадьба, там, свадьба, как отношение между интернешнл дейтинг сайтом и местным агентством. Вот это сравнение мне запомнится, наверное, навсегда. А свинкерство? Да, да, ноги из-под одеяла торчали. Безусловно, что касается белорусского рынка, у Гали получилась очень интересная презентация. Интересная была тем, что нам показали ландшафт, то, как работает Беларусь, и оказывается, здесь ведущих 3, ну буквально 4 агентства. То есть это поразительно, потому что в России их множество, в Украине множество, и белорусский рынок отличается тем, что их очень мало. И, насколько я поняла, за счет этого, особенно у Галины, очень долгая история существования брачного агентства. То есть серьезная компетенция. И меня поразило количество браков, которые у Гали получается делать внутри брачного агентства. Я считаю, это какие-то космические цифры. Здесь интересный момент, ребята, ведь вы же не делаете свидание в ресторанах, вы делаете свидание на кухне. Юля, ты слышала что-нибудь подобное? Да, это... Ну ладно, наша кухня... На самом деле, в Белоруссии. Наша кухня очень комфортная, местами не хуже ресторана. То есть у нас нормальная переговорная комната, это не кухня. Вы приглашаете в офис к себе на первую встречу. Но у Гали, давайте я произнесу эту цифру, и здесь можно поаплодировать, 90 свадеб, да, где-то примерно в год. Ну да, в год. В год. 90 свадеб в год. То есть, и честно, ну, можно сказать, что если вот вы находитесь в Белоруссии, то, в общем-то, вы уже поняли, куда вам... Ну, я так понимаю, все равно три двери, да, в одну из самых таких нужных вы придете. Давай всегда все поймете. Да, у нас очень много спикеров, чтобы мы всех успели закрыть. А кто у нас еще выступал? И запомнился. Еще выступала Светлана Муха у нас, на самом деле, в первый день, и при конференцию вела Светлана. Я ее пропустила, очень жаль. Да, и на самом деле меня поразило то, как Светлана... Я присутствовала год назад, и это была потрясающая сессия. В этом году Светлана даже ее расширила, и что меня поразило, это то, что она сумела простроить портрет целевой аудитории, очень глубоко объяснив их все потребности. Потому что вот этот нишевый подход и понимание твоего клиента, без этого ты не сможешь получить свадьбу, выход девочки замуж. Ты не сможешь просто вообще, мне кажется, все сложнее и сложнее будет находиться в этом бизнесе. И то, как это чувствует и понимает Светлана на пальцах, и только она это рассказывала аудитории, это действительно было поразительно. Самое главное, ну вот как тренер, я понимаю, что это абсолютно все применимо. И нигде больше вы вот так это не услышите. Потому что кто-то вам будет рассказывать какие-то бизнес-показатели, какие-то процессы будут рассказывать, а тут психология, тут изнанка, тут начинка, без которой вы просто сядете в бужу. И я впервые на конференциях встречаю, в частности, вот эту вот часть, которую блестяще готовила Светлана, и даже ее доработала по сравнению с предыдущим годом. И я абсолютно всем рекомендую услышать и быть причастным. Если у Светланы получится в следующий раз вести преконференцию, вы должны там быть. Спасибо, Елена, ты меня так расхвалила. Это я как услышала. Я хочу еще отметить, что у нас первый день выступала Лена Вагнатюк, Light Lines. И она давала презентацию о том, как перейти от классического украинского брачного агентства в мучмейкинг, вот в гибридной модели. Я думаю, что для тех компаний, которые находятся в стадии перехода, это было довольно интересно. Я бы хотела отметить еще Ксению Дробин. Правильно, Угарения или Дробин? Дробин, да. Интересно она нам рассказала о специфике работы с австрийскими и немецкими мужчинами, особенности работы с этими мужчинами, особенности менталитета, ведения переговоров с ними, ну и по организации тоже своей работы внутренней. Ну вот так как я с ней работаю, то я могу реально ее презентацию показывать нашим входящим клиенткам и говорить, вот это распределение по специальностям, вот это распределение по возрастам, вот это время пройдет между тем, как мужчина тебе предложит выйти замуж, и ты реально выйдешь замуж. Да, потому что такие вопросы часто задают клиентки, да. Не работая с Расскажей Дробин, я бы хотела похвалить презентацию Юли Ланске. На этом презентация стала открытием вот этого iDate Минска 2018 года, мне она очень понравилась, особенно меня впечатлили, конечно, видео. Юля рассказала о методиках своего коучинга, немножко о программах, которые они делают, и после этого она показала клиенток. Знаете, это были как ролики после. Когда я увидела этих женщин, абсолютно женственных, довольных собой, я поняла, что мне нужно будет разговаривать с Юлей и брать тренинг для своей команды офисной, для того, чтобы мы потом могли работать с клиентками. Потому что мы работаем с платищами, клиентами, мужчинами. Мне очень понравилась презентация, она была креативная, яркая, и я могу сказать, что если бы этот iDate проходил в Майами, в Лондоне, где-то там была, она была абсолютно конкурентоспособна, эта презентация, и могла бы забить многих других ребят. Давайте двигаться дальше. Я хотела бы сказать, что мне понравилось у Елены Вигнанюк, я тоже видела год назад, и я видела, как человек пришел и после конференции действительно стал разрабатывать и укреплять. У Лены была, она как бы стала укреплять и наращивать свой бизнес. И на этой презентации она поделилась своими находками, которые у нее произошли за этот год, и люди из аудитории, то есть у нее была необычная сессия, когда она рассказала про то, как она работает, и люди тут по аудитории давали ей советы, рекомендации, как они видят, как ей лучше двигаться дальше. То есть вообще формат такой презентации был сам по себе очень полезен, как для Лены, так и для всей аудитории. Все включили мозг, и это не просто когда тебя презентовали, а люди начали думать креативно, и именно когда ты получаешь советы от реальных профессионалов индустрии, я считаю, что это очень классный впрыск в твой мозг для того, чтобы ты в следующий год тоже был занят. Мне очень запомнился еще Сергей Симановский, он рассказывал про блокчейн, он рассказывал про биткоины. Это тренд, это будущее, и я для себя уже, я во время его презентации начала гуглить информацию, и я для себя уже отметила, какие книжки нужно скачать, что нужно прочитать, потому что информация была настолько свежая, новая, и она была очень доступно изложена. То есть, ну, для блондинок, то есть, все было по существу, но было очень доступно. Да, он специалист будущего, поэтому как-то, если вы уже прислушивались. Я, конечно, не поленилась, заполнила две вот эти вот evaluation forms, которые заполняют обычно гости после каждого спикера, и я вот Юле поставила все пятерки, и ему поставила все пятерки, потому что я бы с удовольствием еще раз попала на сессию на следующий MyDate. Спасибо. Вот, и интересный спикер еще был Марат из Москвы, Human Design Dating, вот, в очень такой позитивной форме, рассказал нам о своем проекте, проекте онлайн-дейтинга, об интеграции его системы в онлайн-дейтинг, тоже очень интересный подход. Если про позитив, то позитивом, чистым позитивом была Ольга Корсакова, которая презентовала свой проект со стеной признаний в любви. Пока, к сожалению, непонятно, как это можно привязать к дейтингу и к мэтчмейкингу, но сама идея, сам позитив, и как она строит проект, и какие цели можно решать, когда такой проект уже выстроен, это реально всех покорило. То есть это был, ну, позитив в чистом виде, глоток свежего воздуха. Абсолютно уникальный такой проект у Ольги получился, потому что мне кажется, что даже на Западе я не встречала ничего подобного. То есть это попытка создать абсолютно уникальную какую-то вот такую реальную онлайн-совмещенную огромную газету в разных, как говорится, вот сферах, да, которые затрагивают и детей, затрагивают там взрослых, какой-то спорт и так далее, да. И там, где люди сами создают контент и делятся признаниями. Интересный очень проект с большой таким потенциалом на развитие, и его также, я думаю, что найдем его пути, возможности уже дальше. Мы же все перезнакомились здесь, и дальше в процессе с работой с Ольгой мы найдем возможности, я думаю, как его можно прикрутить. Я думаю, что Юля согласится со мной, что IDate, помимо того, что, понятно, это лекция, это презентация от интересных, необычных спикеров, это еще такое, как летний лагерь, да, где можно познакомиться с неформальной обстановкой, с коллегами по цеху, с людьми, с которыми ты не пересечешься за пределами IDate. И очень классно, мы все очень разные. У меня в одной из моих презентаций был концерт, что все мы Копидоны, разные Копидоны, у нас разные крылышки. Ну, цель, я надеюсь, одна, знакомить людей и нести любовь. Но очень интересно понаблюдать за тем, как работают другие компании, взять для себя какие-то вот фишечки на вооружение, не копировать, а креативно преобразить, доработать и нести в свою модель. Давайте в конце мы расскажем, кто что с собой увозит с этого IDate. Для меня, наверное, самый ценный год данной конференции, это все-таки взаимное общение с коллегами. Было очень приятно познакомиться с многими людьми лично, тоже приобрести опыт. Будем развиваться. Группу в Айбере уже сделали, так что будем общаться. Для меня самое большое открытие это Юлия, которую я увезу с собой и буду заставлять своих клиенток обращать внимание на то, что они делают. Ну и вообще я подумываю, может быть, что-то пройти со мной. С удовольствием. На самом деле я могу сказать, что я со всех, вот это не первый мой IDate, и с первой своей поездки я влюбилась в IDate. И каждый раз это абсолютно разная конференция, поэтому я рекомендую не пропускать ни одну, и рекомендую посещать их все. И я могу сказать, что с предыдущих IDate я уезжала с хорошими классными контактами, и с некоторыми у нас получилось очень качественное сотрудничество. И этот IDate перевернул в моей голове, в моем сознании рынок брачных агентств. То есть для меня, для человека, который раньше ходил сам лично, вот сама, когда я ходила по брачным агентствам, ну да, мне нравилось, что-то мне могли помочь где-то больше, где-то чуть меньше. У меня все равно было позитивное восприятие, но то, что я увидела здесь и сейчас, там, спустя многие годы, во-первых, я могу сказать, что на конференции однозначно приезжают те люди, которые пахари, которые работают, у которых есть реальные кейсы. И для меня большая честь сидеть с девушками здесь, за столом, большая честь находиться, ну вот, была в зале. Приятно то, что все эти женщины кооперируют друг с другом, брачные агентства кооперируют, и если вы пришли к Гале, если вы пришли к Юле, то если у них есть возможность, это то, о чем нам рассказывала Светлана, о коллаборации. Они между собой, девочки умудрились, как бы, простроить какие-то интересные мостики, да, если я правильно вас поняла. Будут обязательно, да. С дейтингово, с дейтингово такого ракурса, и я, честно могу сказать, я снимаю шляпу, потому что я понимаю, какой это великий труд. И спасибо вам за то, что вы подняли какую-то вашу деятельность на новую высоту, объяснив все тонкости и нюансы. Мне будет проще и легче понимать, как мы можем кооперировать, как мы можем помогать друг другу. Опять же, для чего? Для вас, да, для женщин, для конечных вот наших девушек, ну то, что мы называем конечных наших клиентов, для нашей аудитории, для вас, женщины. Потому что, потому что это важно, поднять реноме индустрии, поднять имидж славянской женщины в глазах иностранцев, поднять имидж индустрии. И я безумно рада, вот, я думаю, что вы, девчонки, меня будете питать, вот, просто еще, вот, год это точно, до следующего, нет, так много я не дам, увидимся с вами в Лондоне обязательно в следующий раз. Вот, и, то есть вы подарили вот это вдохновение, когда я увидела своими глазами, что со мной сидели единомышленники, люди, которые также несут добро, творят, стараются, прикладывают максимум усилий для того, чтобы и отбелить, как бы сделать максимально светлое, приятное лицо славянской женщины, достойной женщины с большой буквы. И для того, чтобы действительно, ну, вот, расшибаться в лепешку, чтобы у вас находились мужья, у вас появлялись дети, и у вас строились счастливые семьи храма. И на этой позитивной ноте, нам придется закончить, организаторы будут ругаться, давайте всем пожелаем встречи, до встречи на следующем Айдейт, вот, с любовью, из Миши. Айдейт, я хочу сказать, нас всех ждем. У нас первооткрыватель сайддейт, Светлана Муха из dioli.com, потому что много-много лет назад, когда я случайно где-то ходила там по сайтам, я увидела первую Светлану, думаю, боже мой, никого больше нет, никого больше нет, кроме Светланы. Поэтому, Светлана, у нас первооткрыватель, наш христофор, колодок, там-то первая линтал, да, абсолютно. И спасибо тебе огромное, потому что Светлана лично столько энергии своей кладет вот и вносит в каждый этот проект, в подготовку многих конференций. И если бы не ты, да, Светлана, не было бы Кипра возможно, не было бы нашей сегодняшней встречи в Минске. Это абсолютно честно, это без купюр, и тебе за это большой, великий респект. Спасибо вам большое, мне приятно, я не знаю, оставят это или вырежутся. Ну, так уже повесите на себе, повесите на себе, и пусть это знают другие мейчмейкеры, и те, кто на нашей волне, пусть подтягиваются, приезжают на следующий год обязательно. Еще я маленькую ремарочку несу, что если кто-то боится, что не знает английский язык, я могу сказать, что если Кипр был хоть 50 на 50, 50% было английского, 50% русскоязычного, то сейчас, наверное, 90% было на русском языке. И тех спикеров, которые выступали на английском, были переводчики в зале. Я не знаю, как они могли два дня подряд переводить всех спикеров, но вот они переводили по этому языку, это абсолютно не проблема. Будем рады всех видеть в кругу единомышленников. Спасибо тебе огромное, Свет, спасибо вам, девочки. Вам спасибо. Полететь на крыльях! Феи за мужество! LEGO ТОБРАВ МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В ДВЕРЬ